Как это вкусно выглядит? Или я очень голодная? Не, я думаю, вам тоже хочется, да? Признайтесь, признайтесь. Еда. Все ради еды. Что бы вы там ни говорили, на отдых мы едем только, чтобы вкусно поесть. Сегодня мы узнаем, сколько местных блюд дают на ужин в пятизвездочном отеле Хургады Джаз Аквамарин. Какая температура воды в море и бассейнах отеля. Где находится самая крутая горка в аквапарке. И сколько нужно пройти, чтобы искупаться здесь в море. А цены на все популярные экскурсии в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе смотрите на нашем сайте travel24online. Отель Джаз Аквамарин находится в 15 километрах от аэропорта Хургады. И это около 30 минут на туристическом автобусе. До центра города 20 километров, а вот до торгового центра Сен-За-Мол всего 5 километров. Честно признаюсь, я уже давным-давно хотел попасть в этот отель. Потому что мы обычно платим свои деньги за отели. Не пишите в комментариях, что нам проплатили. И этот отель был всегда дорогой. А сейчас он потешевел. И причем он очень крутой, люксовый такой. Так что я думаю, он понравится. Я, по крайней мере, так думаю и надеюсь. По крайней мере, там постоянно иностранцы всегда отдыхают. Тут хороший отель, потому что там есть аквапарк. А это самое главное. А я жду, чтобы мне в аквапарке разрешили покататься. Потому что мне 9. Сдам иногда с 10. Че, без проблем нас пропустили. Смотри, какой вид отсюда. Как будто дворец, джаз, аквамарин. Мы как будто какому-то дворцу подъезжаем. Первый раз в отелях джаз. Сегодня девиз нашего выпуска. Я даже не успела осмотреться. Не успела посмотреть. Посмотри, я не знаю, где я нахожусь. Но я уже заполнила все документы, анкету, паспорта. Дали ждем. Здесь мы реально как в замок попали. А сейчас начнем рассматривать. Посмотрим, как круто все выглядит. Интерьер здесь нереально крутой. Мебель, люстры, колонны. Все кажется идеально по-царски. Нам уже выдали ключи от номера очень быстро. И одели браслеты. Между прочим, браслеты, они такие силиконовые, резиновые. Но обычно пластиковые, неудобные. А вот здесь как такой резиновый браслетик. Очень круто. Элитные браслеты. Да, очень все круто, круто. О, у нас сегодня номер 3249. Выстали идти. Да, далеко мы шли. Но я думаю, значит, ближе к морю будем. Ух ты. Это, я так понимаю, наши... Это уже ваш номер, походу. Коридор такой большой. А тут ваши. О, 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 о. Сюшарио. И вафельки. И... Вот так. А сейчас я расскажу, как отдыхая на пляже, можно забронировать экскурсию за 20 секунд. Открывайте наше приложение 3L24, выбирайте город, в котором отдыхаете, нажимайте на иконку мессенджера, вайбер, ватсап или телеграм, и пишите, на какую экскурсию хотите поехать. Вся нужная информация приходит вам в мессенджер. Можно задать любой вопрос, и мы всегда на связи. А вы знали, что вот это вот платно? Это все платно? А еще... А еще холодильник. Кто это? Все по 2 евро стоит, а еще здесь все... Здесь мини-бар заполнен целиком. И все стоит по 2 евро. Вот это... Такого полного мини-бара. А 2 евро это сколько? Это вот это облом. 2 евро это сколько? 40. Урасть. Есть лайфхак. Знаете, я знаю, многие туристы при такой вот системе, они выпивают оттуда с братьев, а потом идут с отзавалом. А потом наливают воду. Нет, с отзавалом буквально такой же стать, если тут какой-то неэксклюзивная партия какая-то. Или еще как вариант, можно купить воды. Ну вот такие вот колы, спрайты без проблем вообще. И сахара. Ну с пивом, конечно, проблема будет. Так, мы вас этому не учили. Мы вам это не говорили. Давайте сделаем обзор детской комнаты сегодняшней нашей. Мы нас заселили в кору... нурочку. Какую кору? Нет, у них была большая вот. Вот наша комната. Вот, у вас 2-3. Как будто в общаге. Два спальные места. В общаге. Да ты никогда не была в общаге. Откуда тебе знать, что такое общага, в общаге? Ну, тоже вот такие вот кровавки. Лежишь. Наслаживай. Ты грязными ногами на кровати. А ты что скажешь о своей комнате? А я скажу, что все нормально. Такая уютненькая маленькая комнатка. И вообще так все хорошо. Такие мягенькие диванчики. Вот это маленькие письки. Сюда положить. Это на фотках прям для мариники сделано. Вот, мариник. Какие-то темные люди. Сейчас будем искать тапочки и халаты. Давайте посмотрим, чем же нас удивит этот шкаф. Боже мой, что происходит? Удивил сейф. Удивил, так удивил. Короче, смотрите, какая проблема. Этот сейф, он открывается. И вот когда открываешь сам вот эту дверь, то она цепляется. Потому что сейф должен быть всегда закрыт. Неприятно, конечно, да. Сейф сказали бесплатен. Хотя бы спасибо на этом. Сейф не закрывается, но он бесплатен. Закройся. Так, ладно, что у нас тут еще есть? Тут больше ничего нет. Ну, этот сейф, он меня, честно, раздражает. Своим обниманием. Ой, 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 ой. Так, сейфа, закройся. 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 Так, посмотрим, что здесь. Здесь у нас пусто. Халатов нет. И тапок нет. Но вообще-то отель этот такой, люксовый. Здесь должны быть тапочки и халаты. А здесь у нас есть только какая-то эта штука. Это типа для ландери. Это для этой, как она называется? За дополнительную плату. За дополнительную плату вам сделают помывку ваших вещей. Это довольно дорого. Все, смотри. 80 долларов за одну какую-то вот, за одно платье. Фунтов, какие доллары? А, это фунты? Ну ладно, все фунты пойдут. Заходим в настоящую отдельную комнату, кабинет. Здесь у нас и душ, и накрасится место. Фен. О, давай, давай, давай. Это мы как фильмов. Эффект, эффект. Ну почему не дует? О-о-о-о. А, он такой горячий выключает. Все, как? Это ожидание реальности. Значит, смотрим, что у нас здесь. Огромная душевая кабина. Для людей, которые любят покушать, ни в чем себе не отказывают. Для 150 килограмм. Огромчений нет, называется. По-моему, сейчас обиделись очень многие люди после твоих слов. Нет, это для себя. Мне можно сегодня кушать, я по-любому сюда. Хочешь набрать 150 кило? Да ладно. С тобой, я обратила внимание, баночки не такие маленькие, а прям как какие-то фабричные, большие. Таковые баночки хватит на весь отдых. Здесь у нас шампунь, кондиционер. И что для меня, например, важно, это боди-лосьон. Лосьон для тела. Заберу, пожалуй, с собой. Ах ты. Ты лучше вот этот кабинет посмотри. Вот он такой. Самое интересное, что вот настоящий туалет. Да, не закрыла ее здесь. Можно закрыться. Я боюсь. Плюс биде. Ну, нормально. То есть это как раз-таки такой санузел, где можно сразу... Ну ладно, это в принципе как семейный вариант, понимаете? Да, если приехали там с детьми, народа много, вот закрылся, и все. И самое главное место сегодняшнего нашего номера – это наша комната. Посмотрите, какая кровать, и сколько, сколько здесь подушек. Я прямо вижу, какие они мягкие, как они просятся, как они просятся, чтобы я прямо вскочил в них. Давай, давай, знаешь, что коронный мой трюк. Нет, 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 пожалуйста. Она такая твердая, это будет хорошо для спины, походу, но прыгать на нее не очень приятно. Кстати, я всегда тоже задаюсь вопросом, зачем столько много подушек? Может, вы знаете, для чего подушки? Одна для головы, вторая для ног, для попы, не знаю. Все, я буду отдыхать. Алло, алло, вызываю. Какой телефон, а? Старинно. Телефон, конечно, старинный, но меня покупает то, что здесь настоящий рабочий стол. Смотри, здесь можно интернетом даже пользоваться. Да. Здесь, вон, ключевая. Я не знаю, работают ли это или нет, но прям, да, рабочее место. Хороший рабочее место, мягкий, хороший стул, чистая обивка, что меня удивило, она как новенькая. Мне кажется, здесь сделали ремонт, все поменяли, обивочку сменили. Можно привезти свой ноутбук, и здесь прям очень комфортная работа. Какая работа? Люди приезжают отдыхать, купаться в бассейне, на море, а не работать. Ты чего? А вдруг кто-нибудь привозит с собой ноутбук для работы, а? Мы ходим на самое тусовочное место. Заселили нас, конечно, огонь. Здесь прямо под окнами играет музыка. Рубилово какое-то идет. Здесь супер крутой бассейн. Внутри народа столько. Я всегда думал, что в отелях джаз мало людей. Посмотри, сколько людей здесь пусят. И место, конечно, отличное. Классно. Мне нравится, что здесь видно вот эти кайты, которые летают. Вау, ты что, пошла в пляс прямо, да, под этот дискач? Музыка рубит. Слушай, какая громкая музыка. Вообще можно никуда не выходить уже здесь вот так. Дискотека. Вау, вау. Водых начинается. А победителем нашего конкурса становится Елена Амирова. А именно она угадала, что отель Требетельца Халхаши стоил для нас 98 долларов в сутки. И если вы хотите поучаствовать в нашем опять новом конкурсе, то пишите в комментариях, сколько мы заплатили за сутки проживания в этом отеле. И победителю мы вручим сюрприз, а также экскурсию в подарок. Так что пишите. Бронировать экскурсии на нашем сайте лучше по прилету в Египет. За 1-3 дня до экскурсии. Чтобы взять с собой точное время выезда и другие рекомендации, мы отправляем в мессенджер при бронировании. И главное, никакой предоплаты. Оплата в трансфере, который забирает прямо из отеля. Ждем вас в Египте. Ну что ж, давайте подведем итоги по номеру. В целом мне номер понравился. Он очень просторный, там хороший ремонт. Но также есть небольшие минусы, так как мини-бар вообще платный. В том числе нету тапочек и халатов, но при этом все очень чисто, приятно, классно. Хотя опять же отмечу, вау или восторга какого-то не было. Поэтому оценку за номер мы поставим 5, но все-таки плюсик добавлять не будем. А мы уже проголодались и решили пойти на обед в главный ресторан. Ах, какая же здесь царская обстановка в ресторане. Я как только зашла, эта люстра просто бомбисимо. Мне кажется, я подхожу к этому интерьеру, да? Пойдемте. А я все иду, иду и понимаю, что еда справа, еда слева. Столы не заканчиваются. Вроде сладости там уже были, а они еще сладости. Потом проходишь еще сладости. Я понимаю, что здесь мы, наверное, почувствуем, что all-inclusive зло. Ресторан по-настоящему большой и включает сразу 4 зала со столиками в разных стилях и интерьерах. А здесь какое-то темное царство. Я не знаю, что это за ресторан. Это какой-то отдельный, совершенно по дизайну ресторан. Посмотрите, какой он темный, какой он черный. Тут сидишь как будто бы в каком-то подвале. Такой, не знаю, или это интим. Может, я просто не понимаю чего-то. Мне нравится, что все блюда подписаны. Вот здесь, например, написано «самоса». Вот по виду я не могу понять, что это за такая самоса, но возьмем на пробу. Так, здесь у нас цукини не хочу, жареная курица. Ну и самое главное, я стою за рыбой и кальмарчиками. Ой, так, как это вкусно выглядит. Или я очень голодная? Не, я думаю, вам тоже хочется, да, признаетесь, признаетесь. Прям такие панировочки, вкуснотища. Знаете, для белоруса что еще самое главное? Рыба есть, кальмары. Осталось найти только картошку, и жизнь удалась. Ну, я прям скажу, что здесь мне нравится. Он инклюзив такой, все, что нужно есть. И вроде бы очередь-то большая сзади за мной, да, но буквально 3 секунды, и все расходятся. Я не заметил такого, что вот я долго стоял в очереди за едой. Вот она, родименькая, такая аппетитная, прям вот дольками. Вот как раз то, что я люблю. Именно такую. Надеюсь, она не пересоленная, потому что они любят хорошенечко посолить. Это попробуем. А, 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 а может мясо еще? Мои самые два любимых отдела. Это отдел со сладостями и отдел с фруктами. Так, у нас здесь есть что? Яблоки, есть гуава, мандаринчики, мандаринчики. Вот мандаринчики я как раз себе возьму. Пару бананчиков можно взять. И, собственно, все. На этом все закончилось. Правда, там я видел нарезанное. Это мой самый любимый отдел. Посмотрите, здесь целый отдел с разной египетскими вкусняшками, с разными сладостями. Вот это не всегда в отелях есть такой большой выбор. А здесь, смотрите, без проблем можно подходить, брать самому. Причем обычно вот такие вот сладости продаются в магазинах и довольно дорого. А здесь они в отелях. Вот, бери, не хочу. Это очень круто. Ну что ж, сладости я набрал. Теперь нужно взять чего-то такого покрепче, так сказать, чем можно подъесть хорошо. Вот я возьму рыбку. О, какая красная, когда я была не была в отелях. Вот, такую рыбку. Нет, нет, нет. И возьму еще себе вот эти вот макароны. Мне нравится эта паста. Паста бешамель называется. Она такая белая, вкусная. Ее готовят там из какого-то сливочного масла. Очень много там всякого жирного такого. Поэтому, конечно, над ней можно хорошенько потолстеть, но она очень вкусная. Я взяла десертики. Вот, я взяла четыре пирожные. Первое я его уже половину съела. Потом вот это немножко съела. Вот это немножко съела. И вот это. Мне вот это больше всего понравилось. Вот это существо меня все время преследует. Вот. Все время, куда бы мы ни пошли или ни поехали, я все время беру пиццу. Но если ее нет, то это разочарование века. Ой, ну мне все нравится. Мы только выбрали столик. Кстати, официант сразу же подошел, что вы будете пить. Напиточки принесли. Все настолько заточинно, ладно, красиво. Ой, не знаю, это больно. Приступим. Мои макаронки с рисом и с вот этой вот вкусной рыбкой. Я надеюсь, что она будет вкусной. Так, не воровать. Не воровать мои макароны. Ммм, рыбка. Это типа такое, как она называется? Скумбрия. О, скумбрия. Я, кстати, люблю скумбрию. Если вы тоже любите скумбрию, ставьте лайк. А сейчас о территории отеля. Общая площадь территории 176 тысяч квадратных метров. Территория в форме прямоугольника со сторонами 700 на 250 метров. А теперь тот самый волнительный момент, когда мы наконец-таки выходим из ресепшена на территорию отеля и можем заглянуть, что же здесь внутри. А здесь надо заметить очень красиво. Сразу нас встречает вот такой фонтанчик. Ну и, конечно, много зелени, много бассейнов. И хочется проходить дальше и дальше. Первый большой бассейн шириной 25 и длиной 75 метров. Правда, он немноголюдный. Первый бассейн у нас не подогревается. Температура воды в нем 25,1 градуса тепла. Но я бы не сказал, что холодно. Вон люди купаются. Уже можно плавать. Купательный сезон практически открыт. Уже с первых шагов на территории отеля я произнесла такую фразу. Здесь что-то не так. Я не пойму, но что-то не так чем-то. Вот этот отель отличается от других. Во-первых, посмотрите, какие здесь зонты. По всей территории только такие навесы. Стандартных зонтов нет. Во-вторых, лежишь на шезлонге, а над тобой прям вот такой красочный, красивый куст цветочный. Ну, это ли не ляпота? В-третьих, в бассейне плывешь-плывешь, а там прям островок с пальмой, с цветами. Вот я уже нашла три отличия. Друзья, ну мы часто бываем в отелях в Египте, но настолько уютной зеленой территории возле номеров я, честно признаюсь, не видел нигде. Здесь я реально как в каком-то тропическом саду. Они заморочились и сделали все настолько натурально. Здесь цветы. Вот ты выходишь, у тебя на лужаечке травка растет, травка зеленеет, солнышко блестит. Что еще нужно для счастья? Вот это какой-то райский сад. Еще я всегда, как долго мы приезжаем в отель, оцениваю плитку. Плиточное покрытие на территории отеля. И обратите внимание, что здесь плиточка не старперская, не столетняя, а достаточно новенькая. Значит, ремонт был не так давно. Идем дальше. И следующий большой бассейн. Как раз тот, на который у нас вид из окна. Самый активный, шумный и веселый. Сегодня у нас 18 апреля, и мы померяем температуру в центральном бассейне. Наша уточка Моня показывает 29,5 градусов тепла. Очень жарко на улице. И в этом бассейне вода теплая. Я чувствую это прямо рукой. Когда я засунул руку, я чувствую, что она теплее, чем на улице. Температура. Смотрите, 31,4 градуса тепла показала наша уточка. Вода просто теплющая. Парное молоко. Поэтому неудивительно, что здесь всегда много отдыхающих. Такое изобилие надувных матрасов и единорогов. Ещё в этом огромном бассейне у вас есть уникальная возможность почувствовать себя на морском пляже. Посмотрите, здесь всё сделано, как будто бы вы на море. Пологий вот такой вход. Даже цвет входа сделан под песочек. Не так, как в бассейне. Вот дальше уже бассейн идёт голубой цвет. А здесь, в общем, пляж. Пляж, если немножко прикрыть глаза. Ой, ну вообще бассейн такой клювенький. С таким удовольствием. Знаете, здесь каждый плавает. Каждый вот прям. И когда ты ещё снаружи и видишь вот это удовольствие на лицах отдыхающих. Прям хочется тоже заскочить в этот бассейн. Просто можно чилить здесь бесконечно. Я думаю, что вот иностранцы, знаешь, на море их не загонишь. Сидят по бассейну и всё. Вот в этом что-то тоже есть. Игорь Негода. Друзья, я решил испытать всю прелесть лакшери жизни. Посмотрите. Поставили рядом с бассейном вот такие вот беленькие белоснежные диванчики. И здесь действительно круто находиться. Играет музыка совсем рядом. Здесь ресторан. В ресторане приносят по меню еду. Причём приносят бесплатно. Это уже всё включено. И вот целый день можно здесь чилить в такой уютной обстановке. Мне здесь очень нравится. Покушал, посидел, расслабился. И сразу можно в бассейн окунуться. Причём бассейн теплющий. Огонь. В барах стандартные для египетского отеля напитки. Газировки, соки, пиво, алкоголь местного производства. Официанты обслуживают как в баре, так и у бассейна. Но, конечно, с чаевыми это будет более постоянно. Обратите внимание, какую интересную зону я здесь нашёл. Здесь высажены деревья и они все подписаны. Вот есть Нелли, есть Эмма и Тина, а также есть Джон и Вильямс Фэмили. Но всё-таки, думаю, что-то здесь не так. Я думаю, здесь нужно посадить огромный ба-баб, огромное дерево, чтобы оно отличалось, чтобы было видно. И мы подпишем здесь Валентина и Максим Анисимова. Как вам такая идея? Кстати, вся территория нашего отеля соединена с соседним отелем Jazz Blue Marine. Но, как я вижу, ничего здесь сейчас не работает. Вот эти, например, горки, они выключены. Плюс вот та часть территории, она вообще пустует. Там никого нет, совершенно никого нет. Есть бассейны, они, в общем-то, работают. Но ни одного человека, как будто бы после Чернобыля все вымерли, никого нет. И это, кстати, прикольно, потому что здесь можно приходить и отдыхать в каком-то таком уединении. Мы когда приехали в отель, я сразу даже не заметил вот эту вторую часть территории. Это так называемая тихая релакс-зона. Здесь находится огромный длинный бассейн с лежаками прямо в воде. И сюда можно приходить, чтобы расслабиться, вот отстраниться от всей этой мирской суеты и полностью расслабиться. Вот это я понимаю бассейн. Он просто огромный. Эти фонтаны так и логически его завершают. И начинают там начать эти фонтаны. Длина этого комплекса из четырех бассейнов 180 метров. И смотрится, конечно, достойно. А теперь уникальное событие в истории съемок наших видео. У меня в руках Моня. Макс разрешил мне померить сегодня температуру. Так, значит, у нас температура воздуха 29,1. Жаришка, вообще чуть выживаем. Мы сегодня здесь уже снимать стало все сложнее и сложнее. И Моня входит в воду. 32,5. Главное не сломай мне Моню. 32,5. 33,1. Ну, чувствовала, что это самый теплый бассейн. Самый теплый бассейн, который есть в этом отеле. Зимой, я думаю, тут вообще кайфушки. 33,3 показывает Моня. Ой, моя Монечка. Тебе со мной понравится больше? Скажи, да? 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 Ой, здесь вообще просто супер релакс. Здесь, если там у вас был вид музыка. Здесь тишина, спокойствие. А вот эти шезлонги в воде. И если там теплая вода. Здесь она просто, не знаю, наверное, как парное молоко. Вода, в которых младенцев купают. О, да, придумали они, конечно, классно. Мне очень нравится. Это какой-то кайфушник придумал такое, да? Вот надо было поставить в воду лежачки. И здесь лежишь. Она вроде бы и не сильно жарко. И не холодно. Вот прям то, что нужно. Все мы знаем, что Египет – это пустыня. И здесь во многих местах катастрофически не хватает зеленого цвета. Не хватает вот этих деревьев, травы, кустов, зелени, да? А вот здесь, в этом отеле, не знаю, как они это сделали, но здесь территория просто максимально зеленая, максимально яркая, красочная, красивая. Поэтому этот отель номер один по озеленению. Очередной бассейн находится уже практически на пляже. Правда, в отличие от бассейнов на основной территории, этот бассейн стар и без ремонта. Но здесь тоже есть пологий вход с имитацией песчаного захода, как и в активном бассейне. В самом крупном бассейне наша уточка намерила 25,6 градусов тепла. Он, конечно, не подогревается, но в летнее время нормально в нем уже. Уже даже сейчас можно купаться. Какой же хороший отель без моих любимых мостиков. А здесь он, кстати, очень красивый. И я обратила внимание, сколько же здесь бассейнов. Мы уже территорию все прошли. Там бассейн один, бассейн второй, бассейн третий. Сюда приходим, опять бассейн. Да еще какой огромный. Для совсем маленьких детей у нас есть зона с мелким бассейном. Он всего лишь 50 сантиметров. И здесь есть горочки. Детям здесь будет очень круто. А еще смотрите, как прикольно они сделали вот какие-то... Это знаешь, это мне напоминает счеты такие, где можно считать. Для маленьких детей, чтобы они учились так. Один, два, три, четыре, пять. Можно играть. Ну, слушай, мне понравилось. Я буду играть. По всей территории такие вот мини-барчики. Это напоминает что-то, как на набережной киоске. И здесь такой же киоск с хот-догами. И, наконец, последняя зона на территории отеля перед пляжем – аквапарк, который состоит из двух частей – в крайнем правом и левом углу территории отеля. Расположение аквапарка очень удобное, так как в любое время с пляжа или бассейна можно быстро сбегать, прокатиться на горках. Ну что, пришло время аквапарка. Ой, сегодня у нас ПАП работает, а мы, как барышни, поднимаемся. Можно такое чувствовать, что оно сейчас упадет. Да, самое сложное – это затащить круг. Кстати, классно было в Шарме, в Альбатрос аквапарке, где вот эти круги сами поднимались на подъемнике. Вот это были чудеса. Здесь 50 килограмм. Вау! Э, отдай! Отдай! Спасибо! Спасибо! А-а-а-а! Быстро так! Никак на таком уровне не было такой скорости. Это, мне кажется, самая сильная скорость. Это реально очень быстрый скурс. Ой, такой крутой. Такой стрёмный. А-а-а! 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 У-ху! Давай! Давай, попадем! У-ху! У-ху! Кстати, этот унитаз намного такой более, ой, более быстрый, да? И все, раз поедем. Вообще. Мариника с мамой самые бесстрашные пошли на огромную горку. Сейчас будут съезжать отсюда, вот, с самой большой. У-ху! У-ху! О, да! Если честно, даже я с опаской на эту горку всегда смотрю. Такая она крутая. Ну что, страшно? Это вообще не страшно! Я больше не поеду. Я согласилась только ради Мариники. Мне достаточно одного раза. Что, так страшно было? Мне кажется, что мы стареем просто. А мы решили на перегонки. Так, без всяких обгуриваний. Я, конечно, буду первым. Тут без вопросов. А-а-а-а! О, какая скорость! Ой, я тебя загнала! О-ху-ху! Ты читер, читер! Обманула меня! Амела! Первая рванула! Подводим итоги. За счет того, что можно посещать сразу два отеля, территория становится просто огромной. Мне понравилось, что четко разделено на две зоны. Одна – это шумная и активная, а вторая – супертихая и релаксовая. И, конечно, эти бомбические бассейны прям горячущие. Ну, а я был в восторге от вот этой зеленой территории. И еще как плюс для отдыха с детьми – это то, что есть полноценный аквапарк. Поэтому наша оценка за территорию – пять с плюсом. Мне нужно обязательно обойти все, посмотреть все, чтобы определиться, что я хочу. Поэтому начинаем всегда с самого начала ресторана. А здесь у нас сегодня жареная курица. Нормально так туристы пришли, по полкурицы взяли, покушали. Так, нет, мне полкурицы не нужно. Мне вот-вот-вот чуть-чуть достаточно. Ага, спасибо. Ой, даже и этого много. Полкурицы, вы представляете? Полкурицы. Я не могу это забыть. Что взяла? Тут в детском есть такие наггетсы, они самые вкусные, мне кажется. Почему это именно делают в детском? Не знаю, почему они делают это во взрослом. А еще здесь, смотрите, есть крем из томатного супа. Как ее положить? Эту кружку они налили. Посмотри, сколько здесь этого супа. Это просто попец. Прямо с горочкой налили. Он такой весь томатный. Слушай, а я ведь не люблю томатный суп. Я вообще подумал, что это морковный. Придется есть теперь томатный суп. Ой, я увидела. Фаршированная долма. Вот это я буду. Кстати, они обычно в отелях подаются только перцы большие, маленькие вот сухие. А вот таких маленьких, которые в виноградных листьях, подают очень-очень редко. Только в национальных ресторанах такое можно встретить. Малахею бери, не ошибешься? Не-не-не, Малахея нам не нужна. Ой, боже. Ну мы потрогаем ее. Посмотрите, посмотрите, какая субстанция. Ну я не знаю, я не знаю. Я не знаю, как это можно есть. Кстати, напишите в комментариях, вы берете Малахея, куда отдыхаете? Я здесь подхожу к столу с салатиками. Смотрите, есть здесь стандартные помидорки, есть нарезанная морковочка, огурцы. Тут капуста, короче, тут все есть. Реально для здорового питания, для здоровой пищи все будет в полном виде. Даже, смотри, огурцы порезанные вот просто в обычном виде. Есть еще вот так вот нарезанные. В самых разных видах. Возьму-ка я себе еще и вот такие огурцы. В общем-то здесь я смотрю, что на обед, что на ужин, в общем-то ничего не меняется. Есть вот эти египетские слабости. Из них я больше всего люблю вот эти кокосики, они с кокосом. Вот такие вот шарики жарятся в масле. И еще вот эти вот штучки. Конечно, они очень сладкие, они очень жирные. Не знаю, вечером их есть не очень полезно, но очень вкусно. Просто космос. Я тут взяла фрукты, и это было бы правильно, конечно же, на ужин. Но мы подходим к следующему столу, ребята. А там тортики. Я вижу этот большой тортик. Он прям смотрит на меня. Ну не могу пройти. Мы не могли. Мамочки. Он такой мягкий. Он такой аппетитный. Он такой дискретный. Может, еще второго чуть-чуть. Но мы же мало берем. Только один сантиметрик. Желе принесли. Тарелка закончилась. Проблема. На ужин я взяла просто картошку и наггетсы. А вот на десертик я взяла тортик и две таких миски. Знаете, тортики мы пришли в открытие, и вот этот тортик, который я взяла, кусочек, был еще целый. Я его прям кусочек сама отрезала, отцела то-то и ложила. А вот это я взяла две чашечки таких, которые стоят там. А мы сегодня ужинаем в интим-ресторане, как я его называю. Он такой весь темный. Ты его называешь китайский, да? Китайский, китайский. А я его называю интим-ресторан. Ну что, сейчас я спробую томатный суп. Я, правда, не любитель томатного супа, но мне кажется, что он немножко пересоленный. Много я его точно не съем. Вот сегодня я решила взять много вкусняшек. Вот такая чашечка. Здесь были два ананасика очень вкусные и манго. И вот это желе, оно просто самое вкусное. А тут у меня есть, ой, звездочка. Вот и мой личный официант. Что сегодня у нас на улице дают? Она принесла мне когту, там жарит на гриле, и рыбку. Ой, горячо, прям только приготовленное. Кстати, почему-то официант к нам не идет, ничего не приносит, напитки вам не принес, да? Ну как-то вот я расстроена. Я думала, что всем всегда, везде все приносят. А нет, иногда нужно и сами ускорить. Поужинали, ну а теперь развлекаться. Все вечерние активности находятся в районе ресепшн. Для детей в большом амфитеатре проводили мини-диско, а после все желающие детишки и их родители смотрели мультфильм. Единственный нюанс – мультик был на английском. Ну а взрослые развлекались на террасе у ресепшн. Здесь была живая музыка. Вообще, очень комфортное место для отдыха. Столики, бар, официанты и музыка. Как живая, так и диджей с клубным репертуаром. Правда, столики были все заняты. Наверное, нужно приходить пораньше. Поэтому мы пошли в красивущий бар на ресепшн. Зато с кондиционером. И какой же здесь вкусный настоящий кофе. А на террасе тем временем разгорелась настоящая вечеринка. Вообще, из этого отеля не нужно ехать никуда на дискотеку. Тут и своя крутейшая тусовка до 23.00. Но по факту до полуночи. Это отдел египетской кухни. Но почему-то здесь никого нет. Везде хотя бы по одному, по два. Например, в яичнице там 10 человек. А здесь заходите, дорогие мои. Наверное, потому что сейчас здесь нет ни одного египтянина среди отдыхающих. Во-первых, у нас Рамадан. А во-вторых, мне кажется, что может в этом отеле вообще мало отдыхающих египтян. Стандартный комплект на завтрак. У нас есть яйца, сосиски, говяжьи колбаски. Я, скажем так, не особо ем что-то мясное. Но ладно, немножко попробую вот этих сосисок. А еще я люблю помидоры с сыром. Утром они идут на ура. Потому что они здесь подогреваются. Они такие тепленькие, горячие. И есть еще французские тосты. А здесь у нас место, где делают вкусные блинчики. Но самое интересное, что к блинчикам очень много всяких добавочек. Обратите внимание, здесь две огромные тарелки нутеллы. Настоящие нутеллы. Обычно такое, знаете, бывает жиденький шоколад, не шоколад, непонятно что, как сироп. Много очень джемов. В том числе и вот это что-то как раз-таки похожее на шоколад. А вот это вот светлый мед. В общем, блинчики будут на ура. А я продолжаю делать обзоры на египетские сладости. На утреннюю выпечку. Сегодня у нас здесь есть вот такие пирожки с яблоками. С яблоками. Я возьму себе такое. Потом есть вместе с бананчиками. Посмотрите, внутри бананы. И еще вот здесь такие крендельки вкусные, сладенькие. Крендельки. Я думаю, вы уже поняли, что я сладкоежка. Я просто обожаю вот эту штуку. Мне в отеле нельзя ездить, потому что если бы я жил в отеле, я бы постоянно питался, наверное, вот этими сладостями. Поэтому мне нужно подальше, подальше отсюда. Я взяла первым делом блинчики. Потом взяла вот такие вот вкусняшечки. А потом взяла пончик и посыпала их пудрой. А для блинов я взяла варенье. Первый раз, когда сюда попали, я подумал, что так много народа, мы не сможем найти себе место. Но, как оказалось, здесь много отделов. И мы сидим, здесь практически нет никого. Для нас целый ресторан, причем с такими мягкими креслами. Нам наутро принесли чай, принесли кофе. В общем, все цивильно и в целом мне очень даже нравится. Бринейки принесли какао. Она не хочет какао. Мне два какао. Пенка. Я сегодня взяла вот такие вот блинчики. И кто-то может подумать, что я такая, что ничего в них не положила. Ну как так можно подумать? Я не могу сказать, что здесь какой-то необычный завтрак. Что он чем-то отличается от других отелей. Нет, совершенно, максимально стандартный. Ничего не больше, ничего не меньше. Вот один в один, как во всех средних сейчас отелях. Поэтому не ожидайте чего-то вау. Но в то же время все как всегда чисто, красиво, аккуратно и приятно. Давайте подведем итоги по питанию. Несмотря на то, что народа в отеле было действительно много, в ресторане я как-то не увидел больших очередей. И это для меня было действительно удивление. И я думаю, это связано с тем, что там очень большое количество залов, где можно сидеть. В том числе и ассортимент еды очень большой. Я выкатывалась каждый раз на завтраке, беда и ужин, как колобок оттуда, потому что невозможно удержаться и мясных блюд, и сладостей, и фруктов. Ну в общем, если вы любите поесть, то вам сюда. Ну а наша оценка за питание, конечно, 5 баллов. Ну и наконец самое важное – пляж отеля. Территория у бассейнов как-то незаметно переходит в пляж. Вроде бы лежишь на бассейне или в аквапарке, но в то же время уже и на пляже. Пляж здесь тоже необычный. Обратите внимание, шезлонги у нас стоят на газоне. Газон рядом с пляжем и все шезлонги на газоне. Но такого я никогда не видела. И обычно на пляже бывают еще пальмы среди шезлонгов. А здесь у нас какие-то тоже необычные деревья с огромными стручками. Даже не знаю, как они называются. Но я так понимаю, что сейчас они не цветут, а когда они зеленые, то еще красивее. Но и пальмы на пляже тоже есть. Что касается удобства оборудования, то для меня эти шезлонги ну очень хлипкие. И зонтики очень маленькие. Спрятаться от солнца проблематично под ними. А вот с их количеством проблем нет. Оборудования очень много. И если честно, создается впечатление, что мы не на пляже, а на пикнике в парке. Просто с видом на море. А еще здесь есть зона с джакузи, где можно посидеть также с видом на море. А тут, вон там, вон сзади, есть такая штучка, где выдают шаурму такую. Но это не шаурма. Тут его такой штучкой прижимают. И ложат туда расплавлен сыр. Вчера я брала, был только расплавлен сыр. А сейчас еще и колбаса. Ух ты, ты со мной поделишься, да? Ой, спасибо. Ням-ням-ням. Сабрина, добычек еды наш. Знает всегда, где какую еду выдают. По-настоящему пляжная морская атмосфера создается, по-моему, только в одном месте. Рядом вот с этими красивыми пляжными местами для отдыха. У нас на пляже здесь стоят такие огромные шезлонги или жаки-беседки. Не знаю, как их назвать. Выглядит круто. Но единственное, есть нюансик. Этот нюансик я увидел только, когда проходил рядом. И я увидел, что здесь написан прайс-лист. Понимаете? Просто так нельзя их занимать. Нужно заплатить 30 евро с 9.30 до заката солнца стоит. И 95 евро – это чтобы на 4 дня забронировать вот такой шезлонг. Ну так, не дешево, не дешево. Что касается песка, то найти его можно только у самой воды. И то совсем немного. Поэтому все с детишками отдыхают в левой части пляжа. На остальной территории песок весь просто затоптанный. Ну, как песчаная дорога. Ах, насколько же сильно нам понравился этот отель внутри. Как же там все классно, пока мы не дошли до пляжа. Как бы не хотелось представить его хорошо, но, скажем честно, с пляжем здесь большая… Опа! Извините за выражение. Море здесь нет. По-разному туристы говорят. Но не могу даже назвать, наверное, ни одного прям такого вот плюса, чтобы как-то вытянуть пляж этого отеля, потому что пляж – это большой-большой минус у отеля. Нам еще повезло, был прилив, и поэтому хотя бы вид красивый. Но даже по карте видно, что здесь мелководье. При этом его длина – 850 метров. И только после этого начинается глубина. Ну, кто же туда доберется? Поэтому основная масса туристов или просто прогуливается, или лежит на мелководье. А мы подготовились к великому покорению морских глубин. Посмотрите, какие у меня бацинки есть. Я тоже взяла тапки. Сейчас мы пойдем вот в ту сторону. Там у нас ожидает отмель. 800 метров нам нужно прошкандебарить вот так вот по отмеле. Я надеюсь, что мы попадем. Кстати, Майк сказал, нет, не пойдем. Да ты что, не пойду, не за разом в жизни. Ну, нам же нужно покорить, покорить эти морские глубины. Все, погнали вперед! Первая часть пути была нормальная. Я прошел буквально метров сто. У меня уже заболели ноги, потому что идти нужно по колено в воде. И все-таки это такая хорошая зарядка. Вот ты идешь, и ноги-то, они же под напряжением идут. Так что двигаемся дальше. Честно говоря, я уже устал. Но зато есть преимущество. Если сильно устал, можно сделать примерно вот так вот. Ай, ну это освежает. О, да. Слушай, а можно и никуда дальше не идти. Я буду здесь лежать. Ну так некоторые и делают, кстати. Видимо, те, кто не дошли. Некоторые, кто не дошел, он падает здесь и продолжает релаксить. Все, все, я остаюсь. Я остаюсь здесь. Вставай, давай, мы должны дойти до конца. Давай, давай, тряпка! Я больше не могу. Работать, работать. Пока не дойдем до глубины, мы не остановимся. Давай, давай, ползти будет дольше. По-моему, это какой-то заплыв на выживание. Я уже не могу больше. Я буду ползти. Я буду плыть. Точно, это же вода. Я могу здесь плыть. Давай. Не делай, не делай. Смешно наблюдать, когда люди вдалеке, а на них смотришь. Они как сытые по воде ходят. А мы уже отошли от берега, наверное, метров пятьсот, мне почему-то так кажется. И люди все идут и идут. А некоторые вон просто, смотри, лежат себе спокойно и чилят. Может, мы не пойдем дальше, а? Пойдем, пойдем. Давай, давай, давай. Давай, столько проделали пути, я уже чувствую, как подкачиваются мои ноги. О, подкачиваются ноги. А, поплачусь. Мы все-таки доберемся в это открытое море на глубину. Мы сделаем это. Мы, короче, прошли практически до конца. А здесь уже ненормально такое дно, а уже какие-то кораллы начались. Идти стало совсем. Слушай, я что-то забыл. Ты же, по-моему, маску забыла. Ну-ка, сгоняй. Сгоняй. Вот там, где-то вдалеке. Маленький. Мы столько же не взяли с собой маску. О, черт. Как? Как так можно было? Не, ну я все равно хочу дойти до конца. Ну мы почти уже, почти уже совсем чуть-чуть. Я думаю, что нас с тобой можно вносить в книгу рекордов Гиннесса. Мы покорили Эверест. Мы покорили эту глубоководную часть в отеле... Как он там? Джаз Аквамарин. Джаз Аквамарин. Мы единственные люди, кто сюда дошел. Все-таки это можно сделать. Можно покупаться здесь в открытом море. Можно увидеть здесь коралловый риф. Кстати, вот кораллы, кораллы вот уже рядом, совсем видны. Ну почему, если брать, что у людей нет пляжа, нет моря, то у нас здесь есть? Ну, честно говоря, ни один нормальный человек не пойдет сюда пешком. Я вам гарантирую. Ты скажешь, что только мы два ненормальных. Мы просто два ненормальных, которые полезли сюда, и мы единственные, кто здесь сюда дошел. Ты маску не взяли? Ну сбегай, я тебя подожду здесь. Сбегай за масочкой. Я не знаю, я такая злая на тебя. Ну как? Кто действительно рад такому пляжу, так это кайтеры. Для них это идеальный берег. И если вы приехали в этот отель, то, наверное, стоит попробовать. Правда, мы сами только наблюдали со стороны. Мы сегодня на обед решили не идти в главный ресторан. Пришли в ресторан здесь, на пляже. И посмотрите, какой здесь просто бомбический вид открывается. Очень приятно. Я, честно говоря, удивлена, что здесь никого нет. Почему здесь никого нет? Ну да, народ, почему бы... Обычно в таких ресторанах, на пляже, прямо народа должно быть. Здесь мы заказали по меню. Смотрите, принесли нам и греческий салат. И здесь какие-то наггетсы. Пене Эль Арбията я взял. Так что все. Это рыбка. А, это рыбка? А, это даже рыбка у нас. Что, блин, здесь взяла такую, а? Это просто так бесплатно их давали. Ну, там лежит такая, где мороженое лежит, и пачками там лежат всякие мороженое. Круто. И такое, мангало, и еще такое, только там внутри другое. Ну, это как в магазине. Как магазинное мороженое. Длина береговой линии 250 метров. И, к счастью, выход с купанием все-таки мы нашли. Ситуация здесь, кстати, не совсем плачевная, потому что рядом есть закрытый отель. И сюда можно сходить в лагуну этого отеля поплавать. Давайте померяем, сколько же покажет наша уточка Моня. Сейчас на улице 29,4 градуса тепла. И Красное море в этой лагуне немножко холоднее, чем погода на улице. Наша уточка Моня намерила 26,4 градуса тепла. Это на 1 градус теплее, чем в неподогреваемом бассейне отеля. Так что купаться можно. Именно здесь можно окунуться по-настоящему. Правда, так как отель закрытый, то все выглядит немного заброшено. И, конечно, в лагуне вода очень мутная. А мы пошли чуть дальше, по косе между отелями. Там есть небольшой расчищенный вход в море. Но камней все равно много, поэтому лучше заходить в пляжные обуви. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...